Это программа День с толком. В студии Ирина Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Дом сносят, денег нет, еще и могут лишить родительских прав. Жительница Барнаула продолжает бороться с чиновниками. Единое время тишины хотят вести по всей России. Кто сегодня не дает спать барнаульцам и кто отравляет их выходные? Почему вокруг строительства Петропавловского собора, который был заложен в Барнауле два с половиной века назад, разгорелся спор? Барнаульские службы продолжают устранять последствия непогоды. За вчерашний день было зафиксировано более 40 происшествий, вызванных сильным ветром. Притом почти четверть случаев связано с падением деревьев на автомобиле. Пострадавших нет. Все уже убрали, включая надломленные стволы и ветки, представляющие опасность для прохожих. Кроме того, специалисты уже закрепили обрушившуюся кровлю на Павловском тракте и проспекте энергетиков. Также восстановлено электроснабжение в пригородных поселках. Похищены 148 миллионов. Барнаульцы пожаловались на недостроенный физкультурно-оздоровительный комплекс заместителю генерального прокурора России Дмитрию Демешину. Сегодня он провел личный прием в Барнауле. На встрече речь шла о комплексе на Сиреневой 42. На его строительство были выделены бюджетные средства. Сроки введения комплекса постоянно переносят. Значительная часть работ не выполнена, а проведенные работы не соответствуют проекту и нормативным документам. Дмитрий Демешин поручил прокурору края инициировать уголовное преследование ответственных лиц. Всего же на заседание поступило 17 обращений от граждан. Ну а мы переходим к другой теме. Первые помощники фельдшеров начали стажироваться в двух барнаульских больницах. А после они будут оказывать первую помощь в экстренных ситуациях и ухаживать за тяжело больными пациентами в небольших селах, где не хватает медиков. О пилотном профориентационном проекте помощники фельдшеров, которые запустили на Алтае, изучив опыт других регионов, расскажет Елена Макаренко. Кормление больных. То есть если нуждается в дополнительном кормлении, вам тоже это будет написано. Летучка или пятиминутка у медицинского поста. Первая в их жизни. Бывший парикмахер, доярка, домработница, уборщица ФАПа. Всего 13 человек из разных районов края выбрали для себя путь медицины и милосердия. Стали участниками пилотного проекта помощник фельдшера, который запустил Минздрав региона. На базе Барнаульского медколледжа прослушали лекции и вышли на стажировку. И как это часто бывает, практика оказалась сложнее теории. Так, одной из двух групп выпала участь отрабатывать навыки в палеотивном отделении, то есть там, где лежат самые тяжелые больные. Это больные, которые постинсультные. Это пациенты после перенесенных каких-то операций и травм, у которых имеются трубочки какие-то, гастростомы, трахеостомы. Это пациенты, например, онкологические, тяжелые, которые в силу своих причин могут быть нетранспортабельны, да, из этого села или там района, но в уходе, тем не менее, они нуждаются. Уход за такими пациентами нелегкая и ответственная работа, отмечают специалисты. Нужно уметь, к примеру, правильно поставить зонт или переворачивать больного так, чтобы не допустить у него пролежней и не надорваться самому. Студенты же говорят, пока для них самым сложным было преодолеть психологический барьер. Первый день зайти сюда сложно увидеть больных и лежачих. Ну, сейчас привыкаем. После стажировки слушатели курса поедут домой. Там дистанционно продолжат обучение по заполнению меддокументов. А после снова очный этап в Парнауле, уже на базе поликлиник. Затем квалификационный экзамен и работа в новой должности в родных селах, где зачастую не хватает медиков. Сейчас увеличилась продолжительность жизни после инсультов при возможных онкозаболеваниях, когда пациенту делают и, например, гастростому или трахеустому. Обучить, как ухаживать за ним обслуживающий персонал. То есть помощник фельдшера не будет постоянно находиться с этим пациентом, но обучить, оказать помощь, если вдруг возникли какие-то проблемы, тревоги, например, у матери либо у жены этого пациента. Это она должна сделать, помочь. Студенты признаются, что односельчане с нетерпением ждут новоиспеченных медиков. Последние стремятся оправдать надежды. А практикующие врачи убеждены, сельские ФАПы нужно давно укомплектовывать кадрами. Если такая служба будет развиваться в целом, для города Барнаула, для Алтайского края это будет очень хорошее подспорье между районами, между теми больными, которые находятся в селах и централизованными учреждениями городов и крупных каких-то населенных пунктов. Первые 13 помощников-фельдшеров приступят к своим обязанностям до конца этого года. Елена Макаренко, Владислав Ковалев. День с толком. На Петра Сухова начали сносить двухэтажку, которую признали аварийной еще в 2017 году. Теперь семья нашей героини Елены Мартын осталась без жилья. Выплаченной компенсацией воспользоваться она не может. Даже больше женщины рискуют потерять родительские права. А тем временем соседский дом в ближайшее время ожидает та же участь. Но единственному жителю идти некуда. Тему продолжит Юлия Щепина. Так рушится квартира Елены Мартын с частью ее вещей, которые некуда было перевести. Напомним, по решению суда семью жительницы аварийного дома на Петра Сухова выселили на улицу. Сейчас они временно живут у друзей. Я не спорю. Это было по решению суда. Но решением суда, вот оно у меня как бы, вот оно есть. У меня еще 30 дней есть, чтобы оспорить это решение суда. Но куда я вернусь, если суд встанет на мою сторону. Семья получила полагающуюся ей по закону денежную компенсацию. В три с лишним миллиона рублей. Однако у женщины был долг. Порядка миллиона рублей. И судебные приставы решили списать их суммы компенсации. Суд мы выиграли по приставам. То есть суд решил, что они эту компенсацию трогать не могут. Но они подали апелляцию в самый последний момент. Сейчас мы ждем решения апелляции. А это соседний дом на Малахова, 37. Пока стоит. И единственный житель тоже ведет тяжбы в судебных конфликтах. Напомним, по сообщению властей 28 сентября суд постановил признать ее квартиру муниципальной. У женщины, которой перечислена компенсация, больше нет права собственности на жилье. Принуждают меня выселиться принудительно в никуда. У меня нет другого жилья. Нам взломали подъездную дверь. Сначала нам ее полностью спилили. Мой муж ее приварил заново. Второй день нам взломали подъездную дверь. Возле замки сломали. Пытались попасть ко мне в квартиру. Квартиру, говорит Наталья, штурмовали три дня. 16, 17 и 18 октября. И все же добились результата. Здравствуйте, сотрудники полиции. Здравствуйте. Можно? Нет, нельзя. Нельзя? Это не ваше имущество. Почему нельзя? Еще нет решения суда. У нас идет касационный суд. На выселение пять дней. 31 октября – дата слушания. Женщине некуда идти, она не согласна с назначенной суммой компенсации. Обращения в администрацию района, приемную губернатора края, Следственный комитет России пока ждут ответа. Наш телеканал продолжит следить за судьбой выселенцев. Юлия Щепина, Алексей Призин. День с толком. До полумиллиона рублей за шум. Такой вариант штрафа для недобропорядочных соседей рассматривают в Госдуме в рамках обновленного закона о тишине. Его будут получать юридические лица, систематически нарушающие покой. Для граждан максимальный штраф – 50 тысяч рублей. Фиксировать нарушения согласно правкам могут выбранные жители или представители управляющих компаний. Согласно закону, шумом в ночное время считается громкость свыше 45 дБ. Однако за разговоры штрафовать не будут. Сейчас в перечень недопустимых действий в вечернее время входят крики, пение, игра на инструментах и другие громкие звуки. Также, согласно нынешнему закону, шуметь нельзя в подъездах, во дворах, около детских садов, больниц, на территории санатория, в гостинице и общежитии. Запрещена громкая музыка, сигнализация, фейерверки, шумные работы на стройках и езда со спортивным глушителем. Именно на уличные звуки зачастую жалуются барнаульцы. Соседи практически не беспокоят. Ну, бывает, там дети бегают. Больше беспокоят шум с основных магистралей улицы, когда ездят с прямоточными глушителями, с выхлопом прямоточным. И вот этот рёв стоит по ночам, вот он напрягает. Быстро ездят по машине, слышно, ок, из окон, особенно ночью. Они там гоняют, тут 100 километров в час. Ну, а так, тихо всё. А какие звуки зачастую вас беспокоят? Когда шарится там где-нибудь. Музыка беспокоит. Что-то перетаскивают, вещи какие-то ставят, шум бывает. Музыку слушают, в основном громко бывает. Ну, вот, допустим, сигнализация, да, иногда бывает. Ну, у меня вот ещё, как бы, в жилом доме, то есть, питейное заведение открыто. То есть, там тоже довольно до 12 работает. Иногда мешают векторы и личности. Одна из главных целей обновлённого законопроекта – сделать ежедневное единое время тишины по всей России. С 11 вечера до 7 утра. Шумные работы будут разрешены исключительно по будням с 9 утра до 7 вечера с обязательным дневным перерывом с часу до 3. Напомним, сейчас в Алтайском крае в будни нужно соблюдать тишину с 10 вечера до 8 утра и до 9 в выходные и в праздничные дни. Переходим к другой теме. Правоохранители установили личность девушки, которая сделала скандальное фото в парке Победы в Бийске. Видимо, для эффектности хулиганка решила встать на одну из звёзд. Жители Бийска осудили модель, а правоохранители нашли её. 24-летняя девушка раскаялась в своих действиях. Ситуацию взяли на контроль в Следственном комитете. Также стало известно, что ранее девушка уже была судима по статье, но уже связанной с наркотиками. Мнения разошлись. Вокруг строительства Петропавловского собора, заложенного в Барнауле 2,5 века назад, разгорелся спор. Идею восстановления храма, который располагался на территории современной площади свободы, рассмотрели на последнем градостроительном совете Барнаула. С такой инициативой выступил митрополит барнаульский и алтайский Сергий. Но служителей церкви поддержали не все. О доводах епархии, аргументах градостроителей в сюжете Елены Макаренко. Цвет тоже это исторический. Мы нашли в архивах, что был куплен, ну белое это и звездкой красили, а значит зеленый пигмент был использован, то есть значит расцветка была, раскраска двухцветная. Кафедральный собор святых Петра и Павла, первая православная церковь Барнаула, главный храм Колывана-Воскресенского горного округа. Один из авторов проекта по восстановлению этого известного исторического здания, протеерей Георгий Крейдун, после заседания городсовета на площади свободы или бывшей соборной, месте, где 2,5 века назад и возвели собор в рекордные сроки. Сначала церковь была деревянной, затем каменной в стиле барокко. В сентябре этого года, рассказывает священнослужитель, благодаря Демидовскому фонду удалось найти проект строительства этого храма. И когда нам подарили этот альбом, мы стали листать и нашли проект Петропавловского собора в городе Барнаула, построенный на бывших Демидовских заводах. Представляете, какое чудо, то есть теперь у нас совершенно никаких нет сомнений о том, каким был собор в первый период своей истории. По мнению Георгия Крейдуна, Петропавловский собор – ангел-хранитель Барнаула, и его нужно воссоздавать на исторической площади. Но епархия не настаивает на том, чтобы строительство велось именно на фундаменте старинного храма, который обнаружили во время раскопок в 2019 году. Эскизный проект, разработанный архитектором Александром Дерингом, сводится к стройке на участке бывшей соборной, свободном от памятников. Я, конечно, за то, чтобы его воссоздать. И воссоздать его, наверное, в первоначальном виде, в каком он был. Да, это, наверное, я как профессионал, во-первых, поддерживаю своих коллег, которые так сказали. Это городская доминанта, историческая. Она должна быть высотой. Нам очень важно передать историческую память следующим поколениям, которые пойдут за нами. Между тем, представители Алтая охранкультуры, осознавая историческую значимость объекта, считают, что возводить собор нужно не только в историческом месте, но и в исторических габаритах. Однако такой вариант совершенно отверг барнаульский архитектор Сергей Баженко. По его мнению, строить сегодня храм в зоне общего пользования, с одной стороны, не позволяет действующее законодательство, с другой, площадь свободы слишком мала для кафедрального собора. Кафедральный собор должен быть самым крупным собором в городе или в субъекте федерации. И в нем должен служить сам владыка. Это называется кафедральный собор. Территория для храмов, тем более для кафедральных соборов, она должна составлять несколько гектаров. Участники градсовета, как и в прошлый раз, сошлись во мнении лишь в том, что вопрос места для возведения Петропавловского храма требует дальнейших обсуждений. В епархии же подчеркнули, что строить будут за счет меценатства. Нам подобает возродить нашу святыню. Ведь вопрос не только о том, чтобы выжить сегодня и насытиться хлебом. Это все важно. Но важнее всего, и теперь для того, чтобы Россия стояла и сохранялась в возрождении святынь. Порушенных святынь особенно. Добавим, Петропавловский собор просуществовал больше 150 лет. В 1935 году был разрушен. И вот уже как несколько лет в Барнауле обсуждают идею его возрождения. Елена Макаренко, Дмитрий Денисов. День с толком. И к новостям спорта. Завтра на стадионе «Динамо» любители футбола увидят новое барнаульское дерби. Игра в мяч состоится в любую погоду. В товарищеском поединке сойдутся футбольный клуб «Полимер» и старожила местного футбола «Барнаульская Динамо». На тренировки первых побывала наша съемочная группа. И мы расскажем, какой настрой у игроков «Полимера». В Барнауле футбол любят, поэтому играть спортсмены готовы в любую погоду. Хотят они этого или нет. Завтра на стадионе «Динамо» болельщики увидят противостояние двух мощных команд краевой столицы. Любительский клуб «Полимер» сойдется с местным «Динамо». И для первых этот матч принципиален. Будет много борьбы. Тем более там такое поле. Будет много борьбы. Характер покажет. Мы будем отдаваться полностью. Для многих это принципиальная будет игра. Поэтому я думаю, мы можем конкурировать с «Динамо» и с другими командами. Поэтому я думаю, что нормально все будет. Интересен этот поединок еще и тем, что в составе «Полимера» много бывших игроков «Динамо». Вдобавок, любительскому клубу всегда подсчетно сыграть с профессионалами. Я думаю, это самый серьезный такой. Во-первых, профессиональная команда, профессиональный подход. Много игроков, поигравших. И не только в «Барнауле», и в первой лиге поигравших. Так что я думаю, нас ждет очень такая битва серьезная. На тренировке «Динамо» мы побывать не успели. Команда только возвращается с Новотроицка. Там белоголубые играли матч в первенстве России. Совсем немного времени прийти в себя и снова в бой. Барнаульское дерби состоится уже завтра, 25 октября в 15.00 на стадионе «Динамо». Вход свободный. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи в эфире. Продолжение следует.